Здравствуйте! В эфире программа «Разговор с главным». Меня зовут Анна Авдеева. И сегодня у нас в гостях Александр Антимонов, руководитель волонтерской программы Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть в нас в гостях. Ну, естественно, поговорим о готовности волонтеров к Чемпионату мира. Недавно совсем завершилось обучение в конце апреля, да, насколько я помню? Да, все верно. Общее обучение. В чем оно заключалось? Чему еще их учили? Это было своего рода уникальное обучение, по нескольким параметрам уникальное. Во-первых, мы позвали абсолютно всех волонтеров Чемпионата мира по футболу, обеих программы. Это и волонтеры ОРГ-комитета, и волонтеры городские. Две категории. Да, две программы внутри Чемпионата. Соответственно, и все, кто проживает в городе Екатеринбурге, да, то есть местные наши ребята. Приезжали ребята иногородние из ближайших регионов. Это Челябинск, Тюмень, соответственно, из Хмау были ребята. Вот, соответственно, и большое представительство было наших волонтеров. Около чуть более 1200 человек мы обучили. Вот за эти вот... Пять дней, по-моему, это было? Пять дней, да. По 300 человек. Примерно по 300 человек было. Ну вот я читала, что там день на одного волонтера. Это что значит? Ну, то есть один... для одного волонтера один образовательный день был. Соответственно, каждый день были новые волонтеры. И... Но обязательно хотя бы один день он должен был посетить. Конечно, конечно. Ну, каждый день было одно и то же, просто разные волонтеры приходили в разные дни. Соответственно, первое. Второе. Действительно, образовательная программа сама по себе уникальна, потому что подрядчик оргкомитета сделал очень хорошую программу, очень много интерактива. Ребята действительно смогли... Ну, ребята, это я так в кавычках говорю, разного возраста волонтеры у нас есть. Ребята действительно смогли не только в теории, но и на практике познакомиться со всеми объектами чемпионата в Екатеринбурге. То есть они выезжали в эти пять дней? Нет, у них была интерактивная карта. Они обсуждали, где находится последняя миля, да, территория прилегающих стадионов, где стадион, где аэропорт, где какие-то вещи, где там будут мобильные пункты информационные. То есть были вовлечены максимально в процесс. То есть им не просто рассказали, показали на карте и даже вывезли там на территорию. Они сами придумывали, обсуждали, дискутировали. Ну и потом, конечно, тренеры им давали какие-то правильные ответы, если их не находили. Очень много было разных, как это сказать, подвижных вещей. То есть ребята придумывали разные активности для штаба. То есть когда уже волонтеров много в штабе, что делать? То есть и танцуют, и поют. То есть волонтеры, они, как сказать, они не просто помощники в мероприятии, они действительно душа мероприятия, они действительно лицо мероприятия. Они создают праздник этот, вот, конечно. И поэтому вот такая была история, было очень классно. Ну и, наверное, последняя уникальная вещь. Екатеринбург был последним городом, в котором волонтеров, вот прошло общее обучение волонтеров. То есть на нас завершилось обучение большой, 50-тысячной команды волонтеров. Александр Андреевич Антимонов. Родился в Свердловске в 1988 году. В 2010 окончил Уральский федеральный университет по специальности информационной системы и технологии в медицине. В 2012 году создал региональную общественную организацию «Волонтерский центр Свердловской области» и бренд «Волонтеры Урала». В 2013 году руководитель команды волонтеров Свердловской области на 17-й Всемирной летней универсиады в Казани. В 2014 году руководитель команды волонтеров Свердловской области на 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. С 2015 по 2017 директор волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Розее на базе Уральского федерального университета. В настоящее время является руководителем волонтерской программы Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Екатеринбурге. В 2013-2017 годы разработал и реализовал волонтерские программы более 200 мероприятий международного уровня. «Пяти дней было достаточно, например, для тех ребят, которые вот из других регионов, которые не знают Екатеринбург?» «Я скажу, да, было достаточно, потому что это только, ну, скажем так, начало образовательного процесса. Сейчас волонтеры уже начинают выходить на смены, и перед выходом на свою первую, ну, рабочую, назовем это, смену, волонтер обязательно проходит еще два этапа обучения, объектовое обучение, когда непосредственно ему рассказывают теоретическую часть, ну, про стадион, про билетный центр, про центр аккредитации, в зависимости от того, где он будет непосредственно работать. Обязательно говорят о правилах пожарной безопасности, охраны труда. Нам важно, чтобы волонтер, ну, как бы, максимально подготовлен был ко всему, да, и понимал о том, что он действительно, ну, как бы, по сути, наравне с сотрудниками оргкомитета является организатором такого большого события, как Чемпионат мира по футболу. И после этого вторая часть объектового обучения уже непосредственно некая экскурсия. Где-то это просто экскурсия, где-то это квест интерактивный, тоже интерактивный квест. То есть у нас ребята по стадиону, ну, не бегают, передвигаются быстро от точки к точке, там находят, ну, как бы, знакомятся с разными особенностями нашего стадиона, временными трибунами в том числе. Вот, это, конечно, опять же, уникальная особенность нашего стадиона по сравнению с другими. Вот, и после этого у волонтеров непосредственно уже функциональный тренинг, то есть когда они приходят на свои рабочие места, и непосредственно там мои коллеги из оргкомитета прорабатывают с ними, нюансы, то есть, допустим, коллеги из аккредитации рассказывают, как правильно, ну, то есть работа с системой аккредитации, как, допустим, распечатывать аккредитацию, как ее ламинировать, ну, и как выдавать там, ну, то есть все прям мелкие-мелкие нюансы. Да, есть же нюансы, там, например, рекомендации по общению с вип-персонами, да? Конечно, обязательно, то есть... Ну, там, с людьми с ограниченными возможностями. Разные категории волонтеров обязательно понимают некие нюансы взаимодействия со своими клиентскими группами, и обязательно этому учатся, и в том числе на практике. Но, что говоря про лиц с ограниченными возможностями, мы называем их все-таки маломобильные группы населения, мы говорим и рассказываем об этом всем волонтерам. Потому что, ну, к любому волонтеру может подойти любой человек, да, и, ну, как бы, волонтер должен понимать, как с тем или иным человеком общаться. Будь то это вип-персона, будь то это, там, МГН, да, то есть будь то мама с коляской, будь то пожилой человек. Не важно, кто это, волонтер всегда должен улыбнуться и максимально корректно и эффективно помочь человеку в решении его какого-то вопроса. То есть этапы обучения уже пройдены сейчас? Они, в принципе, готовы? Большинство пройдены, да. Ну, мы на финальном этапе, то есть уже это выход на смену, уже функциональные тренинги. Там немаловажно сказать, наверное, униформу волонтеры получают. Будет видно издалека. Конечно, яркая, красочная униформа у волонтеров оргкомитета. Красного цвета у волонтеров городских она будет синяя. На всех написано будет большими буквами «волонтер». На английском языке, правда, но я думаю, что это слово уже такое в ходу, и наши русские люди тоже понимают. Но ведь для гостей не важно, к кому подойти? К волонтеру в синей или в красный? Конечно, не важно. Мы поставили перед собой задачу, чтобы волонтеры у нас были в одном информационном поле. И ситуация такая, если волонтер, мы чему учим, да, волонтеров? Если даже волонтер не знает ответа на вопрос, то он точно знает, по какому телефону позвонить, либо с кем в рации связаться, чтобы получить нужный, самое главное, корректный ответ на вопрос. Сколько вы говорили всего человек? Значит, у нас будет 2000? Всего 2000, чуть более 2000 человек, из них 1200 волонтеров. Чуть более 1200 – это программа волонтера Оргкомитета и 800 – городские волонтеры. Вот прошли тестовые матчи, естественно, участвовали уже волонтеры, потренировались, как справились? Да, в тестовых матчах всего их было три. Сейчас скажу, сколько. Около 800 волонтеров суммарно поучаствовало в тестовых матчах. Ясное дело, что были ребята, которые участвовали там все три матча, но мы постарались сделать так, чтобы как можно больше волонтеров поучаствовало в тестовых матчах. Почему? Потому что важно познакомиться с объектом, важно, ну, вообще, как бы, это новый объект. Конечно. Можно безупречно просто арендовать. То есть волонтеры обязательно должны знать все тонкости, нюансы, логистики, навигации на объекте. Потому что они первые, к кому подойдут зрители и спросят, ну, там, те или иные вопросы. Где туалет, где кафе, где место, где-то тот-то сектор, там, не знаю, где медицинский пункт. Ну, активно болельщики вот именно обращались к волонтерам на тестовых матчах? Да, конечно. Особенно на первом тестовом матче, потому что, ну, пришли люди, было полное непонимание, куда идти. У нас была очень важная задача, с которой, я считаю, мы справились. К третьему тестовому матчу, то есть постепенно таким нарастающим эффектом, у нас болельщики привыкли ходить в два, ну, исторических гейта, да, то есть двое исторических ворот. Это вороток со стороны Репина и со стороны Пирогова. Соответственно, сейчас у стадиона шесть входов. Пятый вход очень большой, со стороны Тищева, огромный вход, о котором мало кто знал изначально. Второй со стороны Репина, ой, третий, вернее, второй временный, шестой временный. То есть много входов. И, соответственно, волонтеры что делали? Мы перенаправляли болельщиков на эти входы. Мы специально перекрывали с коллегами первый вход, да, потому что был большой ажиотаж входа, а соседний второй был пустой. Соответственно, волонтеры перенаправляли. И к третьему матчу болельщики действительно пошли в разные входы и спокойно, без очередей, там, без пробок зашли на стадион. Я считаю, это нашей маленькой победой. Ну, Оргкомитета, чемпионата, организаторов матча и волонтеров тоже. Вот. И все-таки по итогам участия вот в первых трех тестовых матчах, какие были вот нюансы, над которыми надо было поработать? Ну, во-первых, болельщики были наши все-таки. Да, конечно. Немаловажно, что болельщики были наши. Мы понимаем, что практически 60% болельщиков на чемпионате это будут иностранные болельщики. Поэтому мы протестировали все сервисы для волонтеров. Это нам было важно. И, конечно, мы внесли корректировку в работу волонтеров. В первую очередь, волонтеров городских, прилегающих территорий к стадиону. Потому что мы планировали, допустим, что они на выгрузку, то есть после матча они не будут находиться на рабочих позициях своих. Поняли, что необходимо, потому что все равно люди выходят со стадиона. Пусть они даже вроде бы заходили по определенному пути, теряются, не понимают, как выйти, где транспорт, куда идти. То есть поняли, что необходимо внести корректировки. Вместе с коллегами из администрации города внесли их. У нас волонтеры уже на втором-третьем тестовом матче работали и в начале, и в городские, и в конце матча. В принципе, показало свою эффективность. А вообще волонтеры могут сами выбрать геолокацию, где они хотят работать? Или уже по итогам обучения это какой-то вывод делается, что вы работаете именно здесь? Я вам скажу так. Изначально по итогам отбора. Когда они проходили отбор, волонтер даже при подаче заявки изъявлял желание свою деятельность осуществлять на некоторых позициях. Допустим, он мог выбрать три разные функциональные направления. После этого он проходил отбор. Всего, допустим, 19, и мог он выбрать три любые из них. То есть, допустим, аккредитация, сервисы для зрителей, управление волонтерами. После этого он проходил отбор сначала онлайн, потом непосредственно интервью в волонтерском центре. Если это человек, проживающий в Екатеринбурге, то он приходил к нам на Ленина 51 в Урфу. И там в волонтерском центре проходил отбор с нашими специалистами. Если это иногородний иностранный волонтер, то скайп, конечно же, было собеседование. И вот по итогам интервью уже рекрутер, понимая, какими качествами был обладать волонтер, понимая, какие качества нужны на той или иной позиции, функции, которую он хочет, сопоставлял все это и говорил, да, окей, ты нам подходишь. Или нет, к сожалению, для этой функции нужно, допустим, знание языка выше, чем у тебя есть, поэтому предлагаем тебе другую функцию. И волонтеры, кандидаты либо соглашались, либо говорили, ну нет, спасибо, тогда мне это неинтересно. То есть разные были ситуации. В общем, в целом, конечно, все хотели попасть на чемпионат мира по футболу, и, конечно, все соглашались на наше предложение. И по итогам отбора волонтер уже распредел на функцию. Дальше интереснее, когда операционная деятельность, волонтеры, конечно, сами не выбирают, где они стоят. То есть есть сотрудники оргкомитета, которые понимают, где какие задачи необходимо решать. И в зависимости, опять же, уже от тестовых матчей, в том числе, волонтеров будут расставлять. Потому что где-то нужна более активная работа, больше коммуникации с болельщиками, направление руками, кто-то говорит в мегафоны. То есть, знаете, смешно, конечно, но мы поняли, что волонтеры, наши ребята, они боятся своего голоса в мегафонах. На первых тестовых матчах. То есть мы реально, мы тренировались, мы ходили, ребята брали мегафоны, на тренировках прямо говорили в них, чтобы не бояться собственного голоса. Ну, знаете, как вот видео, да, тоже. Каждому не нравится свой голос. Мне, честно, сильно не нравится. Я поэтому не стараюсь не смотреть интервью с собой. Вот, ну, это так. Вот, и поэтому, то есть нужен, допустим, мегафончик, да, громкоголосый, допустим, там, молодой человек, который звонкий, громкий. Там есть девочка, которая улыбается, направляет. То есть, конечно, здесь уже в зависимости от каких-то личных качеств мои коллеги из оргкомитета понимают, где какие волонтеры им нужны. Где-то, наоборот, нужна усидчивая работа, да, там, допустим, с документами, на той же аккредитации, да, там, с людьми, там, ну, и так далее. То есть в зависимости вот уже, ну, как бы специфика работы и конкретные качества человека, они споставляются, и он распределяется на эту позицию. Ну, вот про качество давайте поговорим. Болельщики – это какая-то же отдельная категория, то есть нужно там быть более стрессоустойчивым, не знаю, непредсказуемые болельщики. Ну, конечно, да. То есть волонтер должен обладать определенными качествами. Я скажу так, я, конечно, не могу сказать, что прям болельщик – это какая-то отдельная категория, это такие же люди, как и мы, да, но, безусловно, они эмоционально заряжены, то есть они идут, они переживают, они болеют за свою команду, и, конечно же, вот на этих эмоциях они могут разные проявления, ну, по-разному проявляться. И, безусловно, волонтер вы готовим к тому, что волонтеру надо быть стрессоустойчивым. И это первое. Проактивным – это второе, то есть не бояться самому первому выйти на контакт, предложить свою помощь, не просто стоять в стороне и ждать, пока к нему подойдут, а все-таки первому сказать, разрешите, я вам помогу. Ну, просто обозначить, я волонтер, я могу вам помочь. Это второе, да. Третье – обязательно коммуникабельность, потому что придется очень много говорить на русском языке, на английском языке, на других иностранных языках, то есть болельщики, при этом, со всего мира. Мексиканцы, шведы, то есть там… Вот, очень же экзотические команды, не отделаешься уже одним английским. Как вы нашли-то нужных? Ну, конечно, людей со знанием таких специфических языков, да, не сильно распространенных у нас в России, их не очень много даже в волонтерской программе, но мы, скажем так, поняли, где ключевые позиции, на которых нужен язык тот или иной, и туда волонтеров определить. Все равно были, конечно, у нас такие люди, которые знают… Есть, 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 да. Есть у нас студенты в университете федеральном, есть знающие арабский. И сейчас у нас активно волонтеры городские сотрудничают с Центром японского языка и культуры, и представители центра обучают волонтеров тонкостям, базовым знаниям японского языка. То есть у нас ребята будут некоторые уметь взаимодействовать с нашими гостями из Японии. Да, это, конечно, классная возможность и, во-первых, новый язык для себя узнать, во-вторых, попрактиковать его сразу же. Ну и самое главное, что я хочу сказать, наверное, чемпионат, о чем я говорю волонтерам – это уникальная возможность приобрести друзей со всего мира. Потому что действительно приедет весь мир к нам в Екатеринбург, и можно не просто помочь, можно действительно подружиться, познакомиться, и потом уже ехать не просто, я не знаю, там, в Швецию, да, построить достопримечательность, а ехать к своему другу в Швецию. Я заодно еще… В Японию. Да, в Японию, в Саудовскую Аравию. Там почему-то в Швеция у меня в голове, да. То есть горизонт великий, в Мексику, в Перу. В Перу. Вы были в Перу, я нет. Я тоже не знаю. Мне кажется, там круто в Вашем Таве. Вот, надо побывать. Да, обязательно познакомиться, когда приедут к нам болельщики. Вот, давайте теперь о самом волонтере. Кто это? Ну, студенты, да? Вот первая мысль, студент наверняка, безвозмездно участвует, вот в том числе познакомиться, пока проактивный, молодость и так далее. Какой возраст? Вообще были какие-то критерии возрастные? Да, критерии были. В программу волонтеров оргкомитета был возрастной порог нижний, 18 лет. Все-таки совершеннолетний. Да, конечно, совершеннолетний. В программу волонтеры городские, это была ответственность нашего волонтерского центра, города-организатора, мы немножко понизили порог 16 лет. То есть мы дали возможность ребятам из старшей школы поучаствовать волонтерами в чемпионате. Потому что очень много было к нам заявок, очень много обращений, мы хотим стать волонтерами. Вот в программу городские волонтеры мы дали... В два раза больше, да, по-моему, заявок было, чем требовалось. Да, конечно. Нет, и вообще, если говорить в общем и целом, 7 тысяч заявок было в программу волонтеров оргкомитета, а всего 1200 волонтеров, и более 2000 заявок было в программу волонтеров городские, и всего 800 волонтеров мы набрали, то есть даже больше, чем в два раза. Поэтому возрастной парок мы снизили, ребята, очень много молодых ребят, конечно, средний возраст около 20 лет, даже чуть меньше, 19-20 лет волонтеров, если вот так брать. Ну это уже такие средние возрасты? Ну, да, конечно, не совсем молоденький. Университет уже старший курс. Да, да, вот. Конечно, у волонтера женское лицо, как мы говорим. Даже на чемпионат мира по футболу? Конечно, да. Вообще в России статистика и в нашей области, в принципе, она такая общая, да, 70 на 30, то есть 70% девочек, 30% мальчиков. На чемпионате мы немножко сдвинули ее 60 на 40, 60 девочек, 40% мальчиков. Ну, конечно же, все равно девушек превалирующее большинство. Ну, как-то вот больше у нас, видимо, я не знаю, как это. Активнее девчонки? Активнее, наверное, да. Может быть, вот как-то, как это сказать правильно, действительно проявляют активную жизненную позицию с вот такого, там, ну, юношеских лет, там, да, вот так вот. То есть, а мальчишки, наверное, болельщики. Мальчишки, может быть, да, наверное. Может быть, какие-то другие интересы. Поэтому, конечно, да. Но, несмотря на это, у нас, безусловно, есть и волонтеры серебряного возраста, это наши уважаемые пенсионеры. И в обеих программах они есть. Ну, как бы, много разных интересных людей, да. То есть, вот есть у нас замечательный волонтер, ему 73 года, он в прошлом учитель английского языка. И он, конечно же, он недавно в интервью тоже, говорит, рассказывал разные истории о том, какой у него опыт большой, жизненный и волонтерский. И мы с ним поднимались вместе на временном трибуне в стадионе. Он даже не запыхался, понимаете. То есть, он настолько живчик, настолько он бодро весел. И он ни в чем не хочет выступать молодым. То есть, он с ними наравне во всем. И в знаниях языка, и в каких-то там активностях, движухах. То есть, он принимает участие со всеми вместе. А сколько таких будет волонтеров? Ну, их порядка 3% от общего числа волонтеров. То есть, не так много, но они есть. Мы ими очень дорожим, мы их очень уважаем. И, конечно же, мы с удовольствием их опыт жизненный, да, и вообще там опыт человеческий, да, там, ну, как-то пытаемся транслировать, пытаемся перенимать, пытаемся, ну, как-то делиться с молодежью. То есть, максимально создаем условия для того, чтобы красивая, хорошая коммуникация у ребят молодых была с нашими уважаемыми пенсионерами. Они точно так же прошли обучение отдельно, да, сами? Нет, они все вместе, да, мы никого не делили. То есть, они все вместе были в одной лодке, плыли и проходили обучение. И это были и среднего возраста люди, они там тоже приходили. То есть, у нас, в принципе, все возраста от 18 до 73 представлены. То есть, есть разные люди. Многие, мне тоже коллеги удивляются, как так. Многие берут отпуск на время чемпионата, не чтобы посмотреть матч, а чтобы стать волонтером на чемпионате. То есть, и такое, и такое есть, и тоже довольно много таких историй. Мы писали там и письма на разные организации, потому что мы подтверждали, что человек является волонтером, чтобы как-то у него было основание опыта взять. Вот, поэтому много разных историй. И, конечно же, все, не только там болельщики, да, команд, но и волонтеры, они очень ждут чемпионат. Мы ждем все чемпионаты в Катеринбурге. Но вот мотивация все-таки там, ну, у студентов мне понятна, и все равно мне немножко непонятна мотивация вот людей серебряного возраста. Быть в теме, если так можно выразиться, да, участвовать. Они, знаете, как говорят, мы чувствуем себя моложе рядом с этими молодыми ребятами. Мы чувствуем себя в движухе, мы чувствуем себя нужными. Вот это вот важно. И вот это вот желание помогать другому, ну, оно же есть у нас. Несмотря на то, что, да, ну, там, современный мир, наверное, не супер, там, друг другу всегда ображали, но есть такое дело. То есть, есть это внутри у нас такое желание помогать. Общение с иностранцами. Обязательно, конечно, общение с иностранцами. Ну, а вот чем именно будут заниматься вот эта категория волонтеров? Опять же, они на разных функциях есть. В основном они на функциях сервиса для зрителей. То есть они будут стоять на улице при входах на стадион, при входах на трибуны, осуществлять информирование зрителей о том, куда им идти, навигацию. То есть вот помогать отвечать на все вопросы. Опять же, наравне со всеми, там, более молодыми своими коллегами. А вот давайте прямо по полочкам сейчас, ну, разберем. То есть вот прямо в дни проведения матча. Начинается работа, ну, грубо говоря, с 15 июня. Ну, вообще волонтеры уже вышли на смену. Сейчас, то есть, да, и потихоньку, то есть, самое большое волонтер поработает два месяца на чемпионате. Уже сейчас, 14 мая, первые волонтеры вышли, и закончат они, соответственно, 27 июня. Да, это волонтеров комитета, если говорить про них сейчас, да. То есть, и сейчас у нас, по сути, день через день выходят новые волонтеры на смены. То есть вышли управление волонтерами. Вышли волонтеры на смены аккредитации, потому что необходимо уже работать. Сегодня было обучение волонтеров, функциональное волонтеров билетного центра, который в пассаже расположен. Да, то есть, и буквально с 20 мая они выходят на свои смены. И будут уже непосредственно там помогать всем тем, кто успел, кому повезло приобрести билет, значит, там распечатать его, ну, и все остальные дела. Ну, в преддверии, я знаю, что они же и общественную деятельность тоже ведут сейчас, проводят уроки, да? Конечно, да, это отдельная наша, ну, как бы, история, волонтерский центр. И вообще, задача большая перед волонтерским центром – это продвижение ценностей чемпионата среди, в принципе, всего населения Российской Федерации. То есть, во всех городах-организаторах волонтеры не просто готовятся к чемпионату, они еще, ну, своеобразную роль послов, да, то есть, каких-то информационных, в первую очередь, да, несут. Буквально недавно провели мы со школьниками урок за месяц до чемпионата. В четвертой школе у нас здесь в Екатеринбурге, соответственно, рассказали ему уже о чемпионате, о тех командах, которые приедут. То есть, нам важно, чтобы все, даже те, кто не попадут на стадион, да, в принципе, все жители Екатеринбурга, они знали, что чемпионат в Екатеринбурге будет, и они чувствовали себя сопричастными. Я даже, когда выступал перед ребятами, я говорю, вы каждый можете быть волонтером. Вы каждый можете прийти и на улицы города помочь иностранному болельщику. Ну, не отворачивайтесь, улыбайтесь, помогайте, рассказывайте. Ну, просто проведите экскурсию по двум улицам каким-то в центре, покажите наши какие-то достопримечательности. То есть, по сути, как бы это же формальность волонтерская программа. Каждый из нас может делать добрые дела. Не обязательно для этого носить красивую униформу даже, да, там, не обязательно, там, как сказать, официально быть волонтером чемпионата. Можно просто выйти и общаться, это будет классно. Я надеюсь, что кто-нибудь последует моему совету и все-таки сделает это. Ну, это волонтеры, значит, будут встречать гостей в аэропорту, правильно, да, на железнодорожном вокзале. Где еще? Локаций много, конечно, аэропорт – это волонтеры транспорта, которые и встречают гостей, и болельщиков, приезжающих к нам в Екатеринбург, направляют их на шаттлы, на конкретно закрепленные машины, если это какие-то VIP-гости, да, или команды, там, автобусы, вот, это гостиницы, то есть… К командам тоже прикреплены волонтеры? К командам, да, команды сопровождают волонтеры, безусловно, то есть команда прилетает, здесь сразу же есть волонтеры, функция работы с командами, они помогают им в решении каких-то, ну, бытовых вопросов. Безусловно, в отелях есть волонтеры, которые тоже будут помогать наравне с сотрудниками отеля какие-то вопросы решать, вот. Плюс ЖД-вокзал, тут уже больше ориентируем нас на, ну, как бы, российских болельщиков, которые приедут на поездах, да, то есть, ну, там, в том числе и из Сибири, потому что много-много к нам и приедет из Сибири, даже те, кто не имеет билетов, прийти на фан-зону, вот, это, кстати, еще одно место работы волонтеров, фан-зон в ЦПКО, и надо сказать, что на фан-зоне волонтеры городские будут работать, и они будут работать до конца чемпионата, то есть они будут работать весь чемпионат. Чемпионат из Екатеринбурга уже уйдет, да, матч закончится, но волонтеры будут продолжать свою работу на фан-зоне, потому что матчи будут показывать все вплоть до финального матча здесь у нас в Екатеринбурге. То есть праздник на последнем матче в Екатеринбурге, праздник у нас не закончится, он продолжится, просто сместится акцент со стадиона на фан-зону, вот, это, конечно же, информационные пункты, которые будут расположены по всему городу, то есть на всех основных путях, ну, следования, там, болельщиков, будут информационные пункты, там будут волонтеры, они будут обязательно отвечать на все вопросы, у них будет много брошюр гидов и на иностранных языках в том числе, вот, ну, будут делиться с болельщиками всей этой информацией, рассказывать о мероприятиях, которые в рамках чемпионата будут в городе идти, о культурных событиях, которые в городе будут идти, то есть чтобы приезжие иностранные болельщики, даже иногородние, да, они не просто увидели матч, да, и уехали там все домой, они действительно смогли познакомиться с Екатеринбургом, с нашей культурной жизнью, вообще с нашими достопримечательностями, ну, то есть максимально... Ну, да, наверняка болельщики из Перу не приедут там на один матч, допустим, своей команды, да, на две недели как минимум, посмотрите город в том числе. Ну, надеемся, да, надеемся, что... А вот наши екатеринбургские волонтеры будут работать в других городах? Да, конечно, есть такая тенденция, и, в общем-то, много... Волонтерство это что еще? Это путешествие. То есть для ребят это возможность, ну, для ребят, опять же, в кавычках, это возможность путешествовать, это возможность помочь в организации большого события, не просто у себя в городе, а где-то в другом городе, заодно посмотреть его, допустим, у нас давние дружеские отношения с Казани, да, то есть много наших ребят было и на Универсиаде, и на ФИН, чемпионат мира по именспорту, и другие события. Наши ребята опытные, жалко, конечно, что уезжают, но понимаем, что они, в общем-то, тоже волонтеры чемпионата, и будут там помогать. В Москву, в Нижний Новгород, то есть, в принципе, во всех городах чемпионата будут ребята из Екатеринбурга. И все-таки из материального-то что получит волонтер? Из материального, ну, в первую очередь, это униформа. Яркая, красочная униформа, причем это полный комплект, это кроссовки, штаны, две футболки, ну, то есть футболка, футболка пола, рубашка пола. Это толстовка, кепка, рюкзак красивый. Вот. У волонтеров городских еще будет дождевик, помимо всего этого. Да, потому что разные погодные условия у нас в летом Екатеринбурге бывают. Вот. Это страхование жизни, то есть все будут волонтеры застрахованы обязательно. Где-то отметка-то будет, что участвовал в таком событии? Во-первых, отметка, благодарственные письма обязательно будут и от Оркомитета, и от города Екатеринбурга. Поэтому важно сказать, транспортная карта будет, то есть бесплатный проезд будет у волонтеров на время чемпионата. Питание, конечно же, потому что, ну, все должны быть сыты, накормлены, чтобы улыбаться и радоваться. И передавать свою вот эту энергию болельщикам, действительно создавать настоящий праздник футбола. Александр, большое вам спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо за разговор. Я напомню, у нас в гостях был руководитель волонтерской программы чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге Александр Антимонов. Это была программа «Разговор с главным». Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова